Кастинг в Театре оперы и балета. Для международного проекта отбирали мужчин-статистов. Массовка нужна для участия в постановке оперы Бетховена Фиделио, премьера которой состоится на территории музея политических репрессий Перм-36. Всего для спектакля нужно набрать около 300 исполнителей немых ролей. Кастинг для проекта Фиделио устроили в холле оперного театра. Александр Прибытков, бывший директор Пермского телевидения, на конкурс пришел со своим портфолио. Александр не первый раз участвует в кастингах. В 80-х в фильме, который снимался в Перми, сыграл роль майора. И в этот раз его берут участвовать в уникальном спектакле. Всего в опере Бетховена будет задействовано 300 мужчин-статистов. Кастинг объявляли в Чусовом, рядом с которым находится музей Перм-36. Именно там будет ставиться Фиделио. Но необходимого количества сотни человек массовки не добрали. Пришлось искать добровольцев среди пермяков. Английский режиссер Майкл Хант знакомится с каждым, интересуется, кто чем занимается. Данил разводит кроликов. Этот проект позволит молодому бизнесмену попробовать себя в другой роли. Не знаю, а кем поставят? Я же здесь не режиссер, если бы зналки. Ну, может, заключенный, может, охранник. Это максимум, мне кажется. Сценическая площадка для спектакля – музей истории политрепрессии. Именно в Перми-36, по мнению Майкла Ханта, шедевр гениального Бетховена зазвучит в полную силу. Суть оперы 18 века созвучна советским периодом века 20-го. В итоге мы покажем универсальную историю, говорит английский режиссер, который поставил уже не одно музыкальное произведение на открытых площадках. Сама опера Бетховена, она дает такую универсальную тему. Конечно, Перми-36 дает нам идею и историю вот этих репрессий, системы БУЛАГа, которая все-таки имеет универсальный смысл, и нам это напомнит об Аргентине, об Америке, о России, естественно. На вопрос, кто умеет маршировать, Андрей, сотрудник телекоммуникационной компании, отозвался первым. Я уже понял из обсуждения, что это будут роли и заключенных, и так называемых вертухаев. Собственно говоря, обе эти роли для меня интересны. Особенно режиссер сказал, я, может быть, открою маленький секрет вперед, что будет и перевоплощение заключенных вертухаев. И я думаю, что в принципе это наиболее такое сильное драматическое преобразование. По поводу внешности беспокоиться не надо, об этом позаботятся гримеры, говорит Майкл Хант. С 19 мая уже начнутся репетиции Фиделия в новом прочтении. Премьера международного проекта совместно с Пермским театром оперы и балета 3 июля. Наталья Ванышева, Антер Сентальцев, Часпик.